Я доволен, что я живу в Бухаре. Хожу с гордо поднятой головой, что я, вот кто не приезжает, меня спрашивают, а вы где родились? Вы в Израиле родились? Все думают, что я с Израиля. Я говорю, нет, я родилась в Узбекистане, в Бухаре. И прям горжусь этим. Особенно я должен говорить о бухарских людях. Это такие узбеки-труженицы, гостеприимные люди. Нахожусь как будто у себя дома. Честно говоря, мне не хочется уезжать. Не только я считаю, сейчас те, которые уехали, тоже считают. Они любят, они Бухару забывать не могут. Нам здесь хорошо. Бухара – жемчужина Востока. Один из самых древнейших и красивейших городов, расположенных в Узбекистане. Этот город хранит в себе множество тайн и легенд. И не умудрено, ведь ему уже более 2500 лет. История Бухары очень интересна и увлекательна. Город с атмосферой мудрости, священности и учения. Невероятные смешения культурных, религиозных, этнических цивилизаций сделали Бухару городом неизгладимых впечатлений. На территории Бухарского региона жили зарастрицы, буддисты, христиане, иудеи. И каждый, кто жил в Бухаре, будь он узбек, таджик, русский или еврей, восхищался красотой этого города и считал его своим родным. Огромную роль в его развитии и усовершенствовании сыграли бухарские евреи, о которых мы сегодня вам расскажем. Земляки Бухарские евреи – одна из древних общин, сформировавшейся более 2000 лет назад. Они являются представителями сепартийской группы евреев. В Средней Азии евреи появились уже в первые века нашей эры. Причины появления в Центральной Азии бухарских евреев остаются под вопросом. Существует мнение, что они были торговцами, которые приезжали с целью продажи товаров, но оставались в силу разного рода причин. Другая версия утверждает, что бухарские евреи сформировались здесь как группа, привезенная персиями еще во времена правления Ахаменидов. Наконец, третья версия утверждает, что евреи оказались здесь из-за падения династии Сасанидов. Одни из самых загадочных жителей Бухары – это бухарские евреи. Несмотря на то, что они живут в этом древнем городе уже не один век, об этой общине мало что известно. Мы же решили заполнить этот пробел и отправимся в одну из бухарских синагог, который работает в старом городском квартале по сей день. Этой синагоге более 400 лет и находится она рядом с ансамблем «Ля Бихаус» в самом центре старой Бухары. Говорят, что появился этот храм благодаря одной старой еврейской вдове. Взамен участка, на котором был построен ее дом и который приглянулся местным властям, она попросила построить эту синагогу. Здравствуйте, есть кто-нибудь? Здравствуйте, Абрам Борисович, как вы, как ваше здоровье? Нормально. Как работаете? Все нормально. Не устаете? Слава Богу. Не уставай. Это наша синагогия, 420 лет. Но любопытная деталь. Вот ансамбль «Ля Бихаус» тоже 420 лет. И наша синагога 420 лет. Спрашивается, а что общего между ансамблем «Ля Бихаус», всемирно известным, что это ансамбль на 420 лет, и этой синагоге еврейской, то 420 лет. Дело в том, что во времена, значит, это 420 лет назад, значит, был богатый человек того времени, это Нудр Диван Беги, он решил построить два медресе и водоем. И вот вместо этого сегодняшнего хауса, который сейчас знаменитого, были жилые дома. И вот тогда Нудр Диван Беги, через работников, представил программу для тех, кто там живет, что им дадут новые дома, равносильные, очень нормальные, и чтобы они отсюда переехали, и чтобы он мог там построить два медресе друг против друга, а посередине водоем. Все согласились, но одна женщина, одинокая, бухарская еврейка, она не согласилась, она говорит, отсюда не уйду. Тогда Нудр Диван Беги, обратите внимание, толерантность, 420 лет назад у нас было, он приходит к ней и спрашивает, почему ты не хочешь переехать, я же тебе даю хороший дом, место хорошее даю. И она говорит, я бы отсюда ушла в одно условие. Тогда Нудр Диван Беги говорит, какие у тебя условия? Она говорит, построите синагогу для евреев, потому что мы молимся вместе с мусульманами, значит, медресе там, это Магога Торы, вместе. Мы хотим, чтобы отдельно у нас самостоятельно было, и я, говорит, там буду жить. Он соглашается, и, как сказано, сделано, дал слово, заложил фундамент этой синагоги нашей 420 лет назад, и фундамент вот этого знаменитого ансамбля «Леби Хаус». И таким образом она, эта синагога была построена благодаря Нудр Диван Беги. Она жила здесь, вот отсюда по лестнице она поднималась, вот она заходит туда, это двери, вот, и до сих пор это все сохранилось. И таким образом у нас появилась вот эта, значит... Значит, это первая синагога в Бухаре. Да, да. Потом, сколько их было вообще? Более 20 было. Более 20? 20, да, очень много было, но главная синагога это здесь. А сейчас осталось два, да? Две синагоги, да, у нас. Действующие, основные вот здесь. А, действующие? Да, сегодня в Узбекистане есть у нас ташкентцы, в Бухаре действующие. Каждый вечер с пятницы на субботу в синагоге иудеи начинают свою традиционную религиозную службу. Абрам Исхаков говорит, что ритуалы здесь практически ничем не отличаются от тех, которые проводят в Израиле. О том, что все-таки это синагога Бухары, говорят только яркие Сизане, развешанные по стенам. Я сюда прихожу, читаю молитву. Вот для того, чтобы читать... Это у нас Сидур, это молитвенник. Вот это молитвенник. Я выхожу сюда, вот, надо подняться сюда. Вот я и читаю молитву, когда приходишь. И надевается что-то читать. Это специальная материя, четырехугольная. Значит, мы его одеваем только утром. А вечерняя молитва, мы его просто вот так, как прихожу, вот так мы читаем. Все слушают, все отвечают. И затем уже мы уходим. Молимся мы три раза в день. Утром, значит, и вечером. Вот у нас есть, значит, утром, мы говорим, шахарит. Это утреннее. Есть мельха полудневная, можно после 12 уже его читать, до того, как солнце сядет. А как звезды появятся, три звезды появятся, мы читаем аравит. Это третья, последняя наша молитва. По словам смотрителя синагоги, в ней хранятся свитки Торы, которым 600 и даже тысячи лет. Но их не показывают посторонним. У нас, знаете, более десятка свитков Торы мы сохранили. Эти все свитки Торы в советское время здесь держат, было опасно. В домах прятали евреи. Но если, не дай бог, нашли бы эту Тору у кого-то дома, это бы вообще, это человека в Сибирь отправили бы и все. Но представьте себе, вот говорят, вот евреи трусы там такие, какие они были смелые люди. Этот страх коммунистов не был для них страшен, чем уважение к Торе. И вот это мы сохранили. И я держу это все для того, чтобы для наших будущих поколений из разных стран мира приезжают к нам, смотрят на эти свитки Торы. Это необычное, понимаете? За всю историю своего существования эту синагогу посетили множество известных людей своего времени. Здесь вот известный французский актер Депардье, он был нашим гостем. Это глава ЮНЕСКО, все памятники мира, вот она командует, она испанско-еврейка. Вот, значит, здесь у нас... Да, Якубович, поле чудес, вот всем известный, он был здесь у нас, он еврей, он с нами приходил. Мы ему надели здесь раташвейный халат, кипу, из него сделали бухарского еврея, на память сферировались с ним. Вот здесь Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США, была здесь. Вот господин Жириновский, даже Жириновский решил сюда прийти к нам. Это у нас глава сейчас Центробанка Евросоюза, Кристин Лагард, она была здесь, она еврейка, французская еврейка. Вот, это главный равен Израиля, Давид Лау был здесь. Вот, это наш спонсор, бывший наш, соответственно, Бухаре жил, Кандов, вот он помогает нам, синагогу поддерживает, кладбище поддерживает. Вот, и вот эту синагогу мы отремонтировали, мы все сделали так, чтобы люди могли прийти здесь спокойно молиться. У нас сейчас никаких проблем во время молитвы нет. Кроме молитв, в синагоге также проходят специальные уроки для детей и женщин, отдельные уроки для молодежи. Здесь же проводятся традиционные праздники, в которых также участвуют местные мусульмане. У нас очень много элементов, элементов схожих с мусульманами. Свадьбу делаем, мы, может, черогон делаем, зажигаем факел, значит, аланга делаем, вот, как вот, жениха привозят, как, ну, домов салом, великолин салом, вот, как у вас. Вот много у нас, потому что мы здесь живем, иначе никак нельзя. Да, конечно. И еда, да, которую... Конечно, конечно. Вот наша еда знаменитая, аж софиги, бухарские евреи делают, аж софиги делают. Вот, значит, у нас... Это и евреи тоже делают? Да, да, аж софиги у нас, знаете, как свадебные, они нам, значит, готовят рыбу нашу, рыбу жареную, только бухарские евреи только готовят, его никто так не может делать. Сейчас, между прочим, в многих свадьбах мусульман начали давать рыбу, как у нас. Они звали наших бухарских евреев, поваров, и они им готовили, вот, уже дают много. А для вас это уже традиционно? Это традиционно, да. Рыба, это у нас традиционно, курица вареная. Одна курица на троих. Вот это... Зилола. Вот это улица. Вот это улица. Все жили бухарские евреи. Все, все, да, все. Вся улица, она, все здесь. Здесь хазаковые. А как она называет улица? Улица раньше наживала центральная. Сейчас сарафон. Сарафон, да. Вот здесь у нас еврейская школа. А когда построили ее? Это 24 года назад. 1910? Да, это первый наш президент, Ислам Каримов, дал добро, и Бухарест создана первая в Узбекистане еврейская школа. Зилола. 20. Узбекистана первая в Узбекистане в Узбекистане. Вот здесь мой брат жил. Уехал в Израиль сейчас. Я здесь вырос. Все прошло здесь. А вообще, чем занимались евреи бухари? В старых времен они занимались красивым делом. Они красили материалы, ткани. А потом торговля. В основном торговля. И они были хорошими ювелирами? Ювелиры хорошие были, сапожники хорошие были, парикмахера были, врачи хорошие были. Потому что, например, у Эмира Бухарского главный финансист был Кандинов. Он был еврей. Он принял мусульманство. В начале 20 века в Бухаре имелось три квартала, где компактно проживали бухарские евреи в количестве более трех тысяч человек. Квартал Махалей Кухна, Махалей Эмробот и Махалей Нав. В этих кварталах сохранились жилые дома богатых евреев. Правда, сейчас они превращены в гостиницы. Недалеко от квартала имеются древние и действующие по сей день кладбище бухарских евреев. Здесь написано на четырех языках, на граните. Это портал мы построили. Огромные деньги зарасходовали. Сегодня это одно из кладбищ, одно из лучших в Узбекистане, можно сказать. Ухоженный. Здесь большое внимание уделяет городской хакимия. Управление благоустройства города Бухары. А вообще это старое кладбище? Этому кладбищу 1250 лет. Здесь захоронение 300 лет, 500 лет захоронения. Поэтому мы здесь сегодня ведем такую работу, чтобы мы, люди, могли прийти, посмотреть кладбище. Своего рода тоже отношение местных властей к нам, к бухарским евреям. Это все показывает, что здесь благоустроено все. Это говорит о том, что отношение местных властей к нам. Хотя на сегодняшний день бухарские евреи почти полностью покинули Центральную Азию, они навсегда останутся в истории этого края. Их культура и традиции останутся неотъемлемой частью Центральной Азии. А они, в свою очередь, не забывают свои исторические корни. И часто приезжают, чтобы почтить память своих предков, которые похоронены на этой земле. Также важным исторически-культурным объектом является Чашма. Вот этот у нас мемориал. Мы Айван построили за год. Лучшие мастера пришли. Этот Айван-мемориал, посвященный воинам, бухарским евреям, участникам Второй мировой войны. А сколько их было? Здесь более 500 человек, которые... Которые участвовали в войне? Да, да. Вот во Второй мировой войне. Вот здесь на русском, на еврите, на английском. Вот здесь 15 плит гранитных, на черном граните. Вписаны имена тех, кто воевал, защищал нашу родину и дал нам сегодня свободу. Кому мы благодарны. Бухарские евреи вели активный образ жизни. Они были представлены практически во всех сферах общества. Придворные врачи, банкиры, купцы, а также ремесленники. Они часто были проводниками караванов, портными, парикмахерами, сапожниками. Евреи-бухары занимали особое место в музыкальной культуре. Среди них стоит особо отметить певца и музыканта Леви Бабаханова. Он был придворным певцом последнего бухарского эмира Амира Алимхана. А позднее прославились исполнители шашмакома и современные эстрады. Мухаббад Шамайва была исполнительницей узбекских народных песен и сделала успешную карьеру. За всю эту долгую историю евреи смогли здорово интегрироваться в местное общество. И теперь отличить бухарского еврея от таджика или узбека достаточно сложно. За сотни лет совместного проживания они стали не только похожи на местное население внешне, но и в совершенстве выучили местные языки, приняли культуры и образ жизни. А самое интересное, каждый из них считает Узбекистан родиной. Я родился здесь, надеюсь, что и здесь умру, потому что я считаю, что Бухара уникальная страна в мире. Если хорошо бы так попросили создать им условия, мне кажется, 50% приехали бы. Я в этом не сомневаюсь. Родилась тут, не жалею абсолютно, никогда не было там никакой дискриминации, никакого национализма. Всегда чувствую себя, не то что чувствую, я и есть дома у себя. Мы занимаемся тут бизнесом, у нас своё дело, своё здание тут, всё это контролирую, веду. И у меня, знаете, иногда столько эмоций, когда у нас приезжают, и вот сестра вот приезжает, все много родственников приезжают, скучают, не могут и хотят прям возвращаться сюда. Вот им волю дайте, они в год хоть 10 раз приедут, уедут. Встречают красиво всегда, вот спасибо, приезжайте, будем вас раз видеть, вас. Так что я очень довольна, что я родилась в Бухаре, живу в Израиле, но если была бы возможность приехать назад, я бы приехала бы. Многие там многого добились, большие дома, работают, фирмы открыли, хорошо живут. Но они, когда в Бухару приезжают, вы верите, не верите, да? Они плачут и говорят, нам здесь хорошо. Он родился здесь, вы поймите, корень здесь. Сейчас в Бухаре проживает всего около ста евреев. Когда-то они были лучшими портными и лекарями Бухары. Теперь они большие ценители древней культуры этого города. И, пожалуй, без них Бухара никогда не была бы такой, какая она есть. Богатый, трудолюбивый и очень терпеливый. Да, бухарские евреи сыграли огромную роль в процветании как Центральной Азии, так и Бухары. И каждый житель Бухары должен знать об этом и относиться с уважением к тем евреям, которые живут рядом с нами, в мире и согласии. Ведь они наши земляки. Как и мы, они очень любят Бухару. А как не любить этот прекрасный город? Субтитры создавал DimaTorzok